25 марта в Белгороднестровском прошел первый общегородской субботник в рамках двухмесячника по благоустройству города. Работники Центра благоустройства, коммунальных предприятий ЖО-1, Водоканал, Теплоэнерго, коллективы учебных заведений и депутаты вышли на улицы, чтобы привести их в порядок после холодной и серой зимы. Очищали от мусора парки, скверы и придомовые территории. А насколько заметной и результативной выдалась их работа, мы решили спросить у горожан. Ну, чище город стал наш, чище. Приятно смотреть, когда убирают коммунальные службы наш город. Есть чем сравнить. Возле мусорок было очень грязно, сейчас намного чище. Ну, приятно идти по городу, когда мусорки, и возле мусорок нет пакетов, которые растягивают животные наши. Если честно, не заметила. Во-первых, я по городу, по всему не ходила, подъехали к рынку и обратно. Цветами как торговали под рынком, так и торгуют. Говорили, там будет пространство останется для прохода. Как был мусор, смотрите, на клумбах так и есть. Особо нет. Может, я не ходила ни по тем местам, где нужно было. Ну, не знаю, во дворах, да, люди убирали, видела. Ну, так, чтобы в общем, нет. А вы в каком районе проживаете? В переулок Держинского. Как у вас там жильцы вообще наводят порядок перед вас? А все время, это же мы живем возле дома, все время чистота. Осенью листья, весной опять мусорок, возле мусорки все равно налетает. Поэтому каждый, если будет заботиться, так и будем жить. Продолжая опрашивать местных жителей, мы услышали разные ответы. Одни довольны изменениями, другие, напротив, не заметили их вообще. А вот Евгения отметила, что субботники проводить нужно регулярно. Ну, заметила, чистенько стало. Убрали, видно, что работали. Желательно, чтобы еще каждый раз такие субботники были. Ольга обратила внимание на то, что общегородские субботники потому и имеют такое название. Чтобы как можно больше горожан потрудились на благо Белгороднестровского. Девушку радует, что, наконец, даже печально известный дом на Франко коммунальщики не оставили без внимания. Ой, у меня дочка на акробатику в 11-ю школу ездит. Говорит, три дня убирали там, да. Дочка очень довольна. Татьяна работает в одном из лечебно-оздоровительных санаториев в Затоке. Как рассказывает женщина, 25 марта они всем коллективом убирали его территорию. Поэтому, к сожалению, не смогла принять участие в облагораживании Акермана. А так ежегодно старается не пропускать подобных мероприятий. То, что коммунальные службы со своей работой справились успешно, заметила сразу. Ну, есть чистота, естественно. По Красноармейске шла чище. Стадион там есть от 4-й, по-моему, школы. Тоже чисто как бы. Ну, есть, проводится это. Но еще не было там возле крепости, не знаю, как бы. В районе рынка тоже понравилось, что там клумбы поставили, там еще что-то такое. Сама улица подбеливает. Поэтому даже у нас два дома есть, которые один старенький человек, мы сами бордюры белим. А другие живут в монашек, по-моему. И сын, он в рейсы ходит. Мы тоже чище мы белим. Как сообщили в пресс-службе Белгороднестровского городского совета, следующий субботник состоится 8 апреля. В этот день коммунальщики будут белить деревья и бордюры. Готовится к Пасхе. Большинство опрошенных нами местных жителей обещают принять участие в мероприятии. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.